В окружной бюджет на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены изменения. Они вызваны необходимостью финансирования заключенных контрактов и проведения закупок для начала реализации социально значимых инвестиционных проектов. Кроме того, необходимо перераспределить сэкономленные бюджетные средства на другие направления расходов. Об этом на внеочередном заседании администрации округа сообщила заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко. Подробности далее. Общая сумма расходов на текущий год и плановый период не меняется. В основном все изменения связаны с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Увеличение бюджетных ассигнований произведено в 2018 году на сумму чуть более 800 миллионов рублей. Порядка 203,5 миллионов в 2019 году и 654,5 миллиона в 2020. Из них 797 миллионов на выплату авансов по вновь заключаемым контрактам. Молодежный центр, приобретение домов в селе Ома, то, что сейчас принималось решение. И строительство жилья для переселения из Ветхова. 11 миллионов 318 тысяч рублей дополнительно для полного обесполнения обязательств по заключенным уже государственным контрактам. Это дорога телевизма, 60 лет из СССР в основном дороге и пункты самого контроля. Полтора миллиона рублей направят на прохождение и получение положительного заключения экспертизы проекта по пристройке к зданию Ненецкой окружной больницы. 21 миллион на предоставление субсидий юрлицам для реализации населения топливных брикетов по установленным тарифам. Порядка 2,5 миллионов рублей возврат федеральных средств в связи с недостижением показателей результативности по субсидиям за 15-й год по КМНС и строительству жилья. 3 миллиона 87,9 тысяч рублей финансирование транспортного обслуживания, новый маршрут, искательный аэропорт. Здесь выделяется, просто меняется, так сказать, вид расходов. 2 миллиона 339 тысяч рублей завершение мероприятий, муниципальным образованием на завершение мероприятий по кустройству общественных территорий, дискотерский постсовет. Это что касается увеличения. Уменьшение бюджетных ассигнований на эту же сумму в 2018 году обусловлено экономией по результатам проведенных торгов, несостоявшимися торгами, планируемым уменьшением фактического объема потребления электроэнергии. Напомню, корректировка планового периода 2019 и 2020 годов связана с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, а также балансировкой окружного бюджета. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.